Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Мосгорсуд, постановление о моем арестке, судебные издержки, все это. И мои, вот данный документ открываю, наш земляк из одного района, известнейший писатель Ибрагимов, он тоже в свое время, в 1938 году был репрессирован и посмертно реабилитирован. Его имена присвоены Казани, в Уфе, у нас в Толбазах. Ну, у меня тут и благодарственные письма, дипломы тут, о том, что все-таки я пробыл Дед Морозом, здесь тысячи раз был с лишним. Много всех этих документов, дипломов, сертификатов. Ну, какой вывод-то всего этого можно сделать? Из этого сделать вывод, я не знаю, когда эта история закончится. В принципе, это система. Кому обращайся, к тому же и высылают. Вот я вчера побывал в Белом доме на конференции общественных организаций. Там уполномоченный по правам человека, Лукину я обращался, а в данный момент Лужков назначил Школьникова, уполномоченным по правам человека в Москве. Он говорит, да, обращение бывает, и постоянно отсылает тому человеку, кому жаловался. Вот такая круговая порука. В общем, замкнутый круг, можно сказать. В принципе, демократия она есть, но только на бумаге. Борется с коррупцией, а на деле все, ВОЗ поныне там. В общем, хочется более активно к действию бороться против коррупционеров, потому что милиционеры это те же, именно сильный произвол происходит среди милиционеров. Они беспредельничают. Конечно, не обо всех говорить поголовно, но есть частично примерно 10-15% милиционеров, которые специально идут, чтобы угнетать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова